так то что вчера силы меня уже покинули не получилось меня поставить боковины да вот так вот у меня теперь утеплитель везде разоткнут посмотрим какой от него будет результат в дверях заехал магазин купил ламинат подстилку под ламинат самое главное купил маленькие сверла кстати к слову все так просто берут прикладывают какую-то деревяшку вагонку допустим и прям так просто у них заходит видимо у меня так все получится ни хера короче у меня не получилось я вчера что только не пробовал поэтому я взял маленькие сверлышки сегодня попробую посмотрим что это получится и главное решил начать потолка потом заделать боковины и уже постелить пол ламинат это было очень не просто скажу даже для меня тяжеловато на его победил в потолок смотрите практически ровненько пришлось сломать 4 сверла в общем сюда пришел все-таки через деревяшки через прокладки делать подкладки но мне нравится в общем как получилось здесь также справа будет вагонка слева уже просто двпшка небольшая так давайте покажу вам что получается в общем на данный момент заделывая боковины вот такие вот двп потолок вот такой вот боковинка вагонка будет с этой стороны отделами такой бонус у меня был под сидушкой водительской когда колонка вот кульная может кому надо пишите отправлю на пассажирской на сбежной тоже красота кстати использовал старые пистоны а теперь начинаю класть ламинат так на что подведу итоги сегодняшнего дня в общем сделал потолок бака отбил утеплился это самое главное постелил ламинат живую смотрится неплохо не знаю на фотографиях не очень но получается круто мне очень нравится и кстати я взял три упаковки упаковка 1000 рублей полу 1300 принципе мне вполне хватило две двух упаковок две упаковки один лист остался даже и остается выстроить мебель и в общем что я надеюсь что я уже практически на финишной прямой в общем сегодня начинаю делать генистая мебель все должно быть четко вымерено и отрезан я съездил вчера две панели вот одно 20 сантиметров это будет задней части небольшая столешница от передней части до столешницы я взял 40 сантиметров я думаю этого будет достаточно вот пересмотрел я огромное количество картинок над интереснее в инстаграме и в ютубе кто как делает для себя до сих пор я до последнего не могу определиться только сейчас я примерно понимаю как я хочу сделать так что я не знаю погнали посмотрим что этого получится вот это конечно штука гораздо поинтереснее нежели лобзиком это строгать пилить прям три секунды и готово так что не пожалейте я не знаю 800 рублей короче но это гораздо упростит вам работу вообще если вы будете получать удовольствие от работы а не делать голову как же это все собрать пользуйтесь нормальным оборудованием и все кстати можно взять в прокате я не помню как называется но вот прокат у такого станка стоит 800 рублей в сутки чем дольше вы уберете тем дешевле там обходится может дойти до 650 рублей так что все реально если даже у вас нет инструмента вы все можете найти в прокате вот и ну и и Кровать готова. По-принципе, мне кажется, на 95% нужно будет поперечные еще дополнительно упоры сделать. Основа готова. В сложенном состоянии это таким образом выглядит. И если я хочу разложить жух и складывается это все вот так. Легким движением руки. Хочу еще здесь сделать поперечины такие, чтобы они были вовсе это поровнее. Либо это закрыть потом уже фанерой. Так, сделал я одну часть подоконника столешницы и отпилил основную столешницу, которая будет в передней части. В общем, на дерево ушло около 6000, по-моему. Плюсом потом я еще докупал на 2000 уголки, саморезы и все остальное. Там сверла. Тысяч на 10-12 это только материалы для отделки. А сделан столик. Решили сделать таким образом столик. Мне кажется, очень удобно. В принципе, держит он достаточно нормально. И крышка шкафчик. Ну что, у меня сейчас самое интересное, как мне кажется, по крайней мере часть программы. Это я буду красить столешницу, ее покрывать маслом морилкой, так называемой. А эту часть я буду красить белый цвет. Но мне хочется, чтобы на контрасте было все это. Вот такие у меня два варианта. Первый более темный. Мне кажется, он смотрится гораздо благороднее. Это смешанный вариант. И вот такой вот у меня еще есть. Это, по-моему, лиственница называется. А это называется дуб. Субтитры сделал DimaTorzok У меня помимо автомобиля есть еще основная работа. Кстати, эта работа связана также с ютубом. Переходите. Я оставлю ссылку в описании. Называется море шоу. Детские праздники. Посмотрите там. Достаточно интересные праздники проводят. И организовывают для детей, для знаменитостей. Так что, я думаю, вдруг вам понравится. В общем, переходите. Оставлю ссылку в описании. Процесс движется. О некоторых вещах я вам не рассказывал. Что-то не показывал. Ну, просто потому что не было времени. Разобрал верх передней кабины. Отвез домой. Его отмыл. Перетянул я потолок. Просто взял вот такую ткань. Не знаю, понравилась мне она. Вот с помощью вот такого вот клея-гель прозрачный. Приклеил. В принципе, держится достаточно неплохо. Немножко не хватило. Сегодня буду доделывать. Причем, купил я на Авито за 3500 матрас. Матрас 1,42 метра. И буду пытаться его порезать. Но купил матрас. Без пружин, что самое главное. Попробую сделать из него 3 небольшие части. Отмыл пластик. Стал вот такой вот чистенький. Как новенький. Потому что до этого был просто из грязной и чумазой. Козырьки. Козырьки, кстати, думаю тоже перетянуть их. Ткань вот такой же. Вот так вот все это выглядит. Должны на днях еще сделать шторки мне. Отдал я, чтобы на пошивах. Ну что, погнали. Так что доделаю сегодня потолок. И начинаю резать матрас. Да, еще не рассказал. Так как у меня передняя часть не проклеена же было. Ничего. Остался один лист как раз. Сейчас на потолочке я его и прилеплю. Ну примерно вот как-то так, конечно. Делать это одной рукой и еще снимать не совсем удобно. Так что не обессудьте. Хотя все равно, я думаю, найдутся те, кто будет писать. Какое говно я понаделал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу показать вам теперь результат то, что у меня получилось. Оп. Как по мне, так вроде неплохо смотрится. Как зверечки. Да, тут есть, конечно, куча косяков. Но так особо в глаза не бросается. А сейчас перехожу к самому интересному на сегодня. Это к матрасу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, по высоте прям четко получается. А в автодоме что самое главное? Главное, чтобы можно было хорошо и качественно выспаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, как-то так получилось. Но сейчас я хочу это еще отшить по колхозе. Ну, немножко колхоза, не без этого, конечно. Вы все понимаете. В общем, с матрасом придется конкретно так по колхозе. Если бы, наверное, сам увидел это в интернете, я бы сказал, чувак, ты гонишь. И в идеале, конечно, все это нормально обшить, а не то, как я это буду сейчас делать сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На удивление, что самое странное, мне это нравится. Но приятнее тоже смотрится. Получилось не так плохо, как я ожидал. В общем, вот такой вот. А в остальном время покажем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, в принципе, все, что запланировано, что я сделал. Вот такие вот подушки у меня получились. И все это некрасиво, все это колхоз. На данный момент я уже хочу быстрее все это закончить, сделать. В будущем я в любом случае это буду все переделывать, сшить чехлы красивые. И это все. Вот, в общем, как-то вот так это все будет выглядеть. И получилось вполне неплохо. Так что за сегодня я сделал матрас, практически кровать готова. Сделал потолок в кабине. Остались повесить шторы, чуть доделать шкафчик. Ну и, короче, все по мелочам. Я, наконец-то, выйду куда-нибудь прокатиться с ночевкой и затестить, как это будет все выглядеть. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.